Авантюрная история, в которой про правнук знаменитого Шерлока Холмса и его друг Вальтер открывают детективное агентство, захватывает внимание зрителя с самого начала. Первое дело новоиспеченных сыщиков – кражи драгоценности. Кто украл, где, когда и зачем? Друзья проводят детальное расследование и даже становятся приманкой, чтобы поймать преступника на живца. Автором произведения является немецкий автор, его зовут Тила. Он дал нам разрешение на использование своего материала, по которому известный белорусский драматург Дмитрий Богославский написал инсценировку. Ну и вот мы ее исполняем. Мне кажется, что сейчас немножечко в Театре кукол есть такая тенденция, много живого плана, синтез каких-то там вещей. Мы как раз таки решили от этого отказаться, используем исключительно куклы. Артист находится за ширмой и его не видно на протяжении всего спектакля. Для артистов Театра кукол такая форма работы стала некоторым риском. Нет взаимодействия с публикой, а значит сложнее удержать внимание детей. Но, как отмечает режиссер, скучно на премьере точно не будет. Жанр детектива полон загадок и недомолвок. А добавлять эффектности спектаклю помимо закрученной сюжетной линии будут и спецэффекты, которых здесь представлено множество. Люди работают в черном кабинете, вокруг все очень такое плотное, чтобы не засветить артистов. Но я считаю, что это даже играет нам на руку, потому что это история детективная. Там должно быть что-то такое вот таинственное, темное, страшновато должно быть обязательно. Но мы выкручиваемся размером кукол. Они очень крупные, выразительные, яркие. В спектакле фигурирует порядка десяти персонажей. Каждая кукла отличается не только характером, но и индивидуальностью. Одни костюмы чего стоят. Правда, объединяет их то, что все они яркие и необычные. А главное, за этими персонажами стоят настоящие мастера своего дела, которые в Брестском театре кукол работают не один десяток лет. Но, несмотря на это, детективная история смогла вдохновить и их. Спектакль называется «Шерлок-младший». Я играю Шерлока-младшего. Это праправнук настоящего Шерлока Холмса. По сюжету дети решили поиграть детективы, как называют они тебя. И расследуют преступление. То есть тут сюжет закрученный. Работать интересно было. Во-первых, материал очень интересный. То, что детектив. И как-то интересная задумка. Работа над постановкой у труппы актеров Брестского театра кукол заняла всего полтора месяца. Но какой напряженной она была. И уже в эти выходные юный зритель сможет оценить замысел театральной команды. Наслаждаемся премьерой спектакля «Шерлок-младший» и «Медведь в Лондоне» вместе уже в субботу.